привет друзья решил попробовать в работе алмазный точильный брусок формата апекс на гальванической связке но по большому счету это будет мой первый опыт работы с алмазными брусками подобного типа то есть на гальваники все что было у меня до этого на такой связке это была работа с алмазными надфилями кстати говоря к алмазным надфилям мы вернемся чуть позже но хочу начать с того что прояснить что такое гальваническая связка по крайней мере то как я ее понимаю это одно или многослойное покрытие из алмазных зерен закрепленных на металлическом корпусе кристаллы связаны никелевым слоем в которой погружены на приблизительно две третьих размера зерна в итоге над поверхностью такого бруска будут выступать только их вершины обеспечивая относительно неплохое удержание самой самих зерен в связке ну конечно тут все зависит от качества впрочем от качества зависит все и везде ну давайте все-таки вернемся к бруску зная о китайском происхождении бруска я не стремился взять самый дешевый и свой выбор остановил на бруске грантвей как вы сейчас видите то есть это по большому счету производитель известных китайских ножей как видно он сейчас стал делать и продавать алмазные бруски зернистость 80 зернистость 80 это брусок под обдирку сейчас обдирка у меня горячая фаза и я стараюсь закрыть вопросы связанные с данной операцией давайте посмотрим что собой представляет этот брусок брусок как вы видите немножко золотистого цвета в середине в середине нет ничего 80 грит ну точно не 80 микрон хорошо условно говоря пусть будет 80 грит да и здесь здесь обозначена зернистость 80 что еще интересно здесь же обозначен производитель адаи видно его насколько я помню насколько я помню это китай этот китайский производитель формирует наборы из kitapix со своими точильными брусками на керамике ну похоже что он стал делать и алмазные бруски может быть делал раньше не знаю не сталкивался с этим размеры ширина 20 миллиметров длина 150 миллиметров толщина ну толщина 1 миллиметр вряд ли больше брусок пластина скажем так наклеена на а пластмассовый бланк со всеми вытекающими последствиями хорошо давайте сразу посмотрим этот брусок немного поближе да красивое золотистое покрытие кое-где подблескивают зерна алмазов но это мало о чем говорит давайте все таки посмотрим еще поближе вот так например тут уже интересней уже видно каждое отдельное зерно можно рассмотреть более-менее размер зерен одинаковый где-то встречаются крупные включения назовем их булыжниками ну конечно никелевой слой или какой-то другой слой связывающий толщиной две третьих размера зерна здесь нет и в помине надеюсь все таки что зерна будет будут закреплены надежно скажем так возвращаемся ну по большому счету вы сами все видели для меня до сих пор остается загадкой как вот эти зернышки алмазные каким чудом они держатся на металлической пластинке ничего не хочу сговорить ни хорошего ни плохого я просто не знаю как этот брусок будет работать повторюсь не было у меня опыта работать с такими брусками кто работал напишите в комментариях что это такое как они работают сколько они работают но если говорить о качестве того же гальванического покрытия вы сами все видели да с другой стороны качество определяет цена а цена у этого бруска 10-25 долларов по курсу нацбанка украины брусок кстати говоря покупался в украине он не заказывался на сайте алиэкспресс там бы наверное стоил бы несколько дешевле 10-25 по курсу нбу или 9-22 по коммерческому курсу что еще добавить сравнить его ни с чем да я понимаю что качество гальванического покрытия это не основополагающий элемент тот который определяет производительность работы бруска здесь еще и марка сорт самих зерен их назначение и так далее и тому подобное но тем не менее у меня есть возможность сравнить гальваническую связку гальваническое покрытие данного бруска с как бы это странно не звучало с надфилем надпись надфиль также имеет гальваническое покрытие сделано он в польше фирма я то я тогда купил два алмазных бруска до 150 грит здесь кстати говоря указано что это грит тут еще заметно из цена 5-6 лет назад я может быть больше это минимум 5-6 лет назад он это время в работе и он не лежит без дела я просто сейчас покажу то до этого я перепробовал кучу разных других надфилей вот посмотрите если этот стоит условно 40 гривен то эти я покупал в районе 15-16 гривен разница где-то два два с половиной раза до минимум два с половиной раз так вот эти надфиле 2-3 недели и он выбрасывается 2-3 недели максимум месяц и покупается новый надфиль это кстати говоря то что я нашел в каком-то своем ящике они не используются выбрасывать их жалко так вот я хочу посмотреть в макро режиме на гальваническое покрытие у именно вот этого вот нового надфиля тот который гарантированно будет работать 5-6 лет давайте посмотрим на него поближе что из себя представляет его гальваническое покрытие ну мне интересно по крайней мере и ведь действительно интересно посмотрите здесь такое ощущение что алмазные зерна лежат в какой-то никелевые матрицы здесь действительно очень глубокие никелевые слои в гальванической связке ну как минимум две третьих сверху выступают только какие-то вершины зерен алмазных они чуть-чуть чувствуются при проводке пальцем ногтем и так далее и напомню что это действительно качественно сделанная алмазный надфиль хорошее покрытие и тот надфиль который проработал уже пять-шесть лет и проработает еще как минимум я на это надеюсь по крайней мере ну хотя бы несколько лет и давайте вспомним то что мы видели гальваническое покрытие на алмазном бруске возвращаемся ну вот такие дела вы видели уровень и качество гальванического покрытия на алмазном надфиле который в работе и который проработает пять-шесть лет это действительно качественное покрытие и вы видели гальваническое покрытие алмазного бруска я не сравниваю их работу я столько сравниваю уровень исполнения гальванического покрытия напоминаю над этим эти бруски проработают каждый из них в отдельности минимум пять-шесть лет они не будут лежать без дела они будут в работе почти каждый день сколько проработает этот брусок для меня загадка ну если проработает хотя бы год-полтора это уже будет интересно я буду считать что себя как-то он окупит если он проработает меньше ну вы об этом тогда скоро узнаете что тут говорить на этом пожалуй все я не буду долго ругать или хвалить этот брусок мне интересно как он работает я не буду откладывать его слишком долгий ящик но все таки да пластмассовая связка пластмассовая связка есть такое вот 80 грит фирма грантвей или адаи тут тяжело сказать ну в общем два производителя в одной упаковке китай они знают что они делают они знают что не продают хорошо берем пока на вооружение этот брусок посмотрим расскажу когда-нибудь чуть позже что из получилось умнее всей этой затеи а пока пока традиционная все таки опять вас прошу подписаться на мой канал то чего тут скрывать мне нужна ваша поддержка поэтому я прошу поставить лайк подписаться на канал если есть что сказать пишите в комментариях мне будет интересно их почитать на самые интересные я отвечу на этом все всем удачи хорошего дня мирного неба